Наверное, все слышали эту историю о Барак Обаме и его жене Мишель. О том, как пара заехала на заправку, и Мишель Обама узнала в заправщике своего бывшего возлюбленного. Тогда Барак Обама сказал, если бы ты вышла за него замуж, то сейчас была бы женой заправщика. На что его жена ответила, если бы я вышла за него замуж, сейчас бы он был президентом США. Это история о том, как важно не ошибиться в выборе партнера, но как удачно выйти замуж или жениться. Сегодняшний Лонг Де Лайф как раз об этом. Поехали! Как удачно выйти замуж, жениться? Ой, у меня и лучше нет. Ну, тогда извините. Это подача жениться. Ну, чтобы девушка была хорошая просто и все. Ну, вот вы по каким пунктам выберете себе жену? Чтобы была милая, добрая, умная, что еще, не гулящая. Ну, в плане того, чтобы по клубу не шарахалась, не гуляла. Ну, если иногда-то пошарахаться, то нельзя немножко? Думаю, нет. Девушки не приемлемы. Улететь в Корею, в Германии, зачем именно? Зачем замуж заходить? В принципе, да. Можно и одну счастливо жить. Замужем? Да. Зачем мы шли замуж? Захотелось. В семейной жизни все дела. Лучше завести гарем. Гарем? Да, 2D. И тогда точно все будет круто. Да. А лучше быть одной. Да, вообще-то да, лучше быть одной. Ну, все-таки гарем или одной? В Корею. А зависит от настроения? А, да. Ну, сегодня одна, завтра в Корею, послезавтра гарем. Это, наверное, Бог определяет. Судьба такая, да. Например, вы где познакомились со своим мужем? На работе. Так что, а где угодно можно познакомиться, мне кажется. Можно, не знаю, в очереди в магазин познакомиться. Увидел в магазине. В магазине? В магазине познакомился. Вы сами подошли, не побоялись? Ну, я долго стеснялся, выбирал ее, смотрел. Стеснялся сильно. Ну, потом, когда она вышла уже с магазина, я встретил ее. Снимаешь? Глаза смотреть надо. Глаза не врут. Вы так выбирали себе жену? Жену? Да. Бывшую. Потом она развелась. Она сама захотела, да? Развестись. Я вынудил ее. Жалеете? Очень. Она живет в городе Кирове. Я офицером служил, я оттуда. Она со мной развелась, сказала, езжай в свою Бурятию своим родным. Я очень жалею, что не такая хорошая, такого цвета, с такими глазами жена белорусская была. Самое главное, чтобы он верный был. Верный. И постоянно не менялся. Ну, потом, с деньгами, наверное, немного. Ну, там, не знаю, миллионеров, надо спрашивать. Ну, или девушек, которые женаты на миллионерах. Или просто девушек. Ну, там не по любви, давайте честно. Там по деньгам. Думаете? Конечно. Разве нельзя полюбить миллионера просто потому, что он хороший человек? Вы в это верите? Ну, представьте, у меня есть миллиард, я вам скажу, поедете со мной. Вы со мной поедете, я уверена? Да. Нет? У меня будет классная тачка, у меня есть классный дом. Со мной поедете, в любом случае. Как вы ужасно относитесь к девушкам. Да почему? Ну, так оно и есть. Ну, не все же такие. Все. Ну, я вам скажу, у меня классная тачка, вы со мной поедете? Нет. Почему? Не хочу. Я не люблю богатства. Можно бедного взять и из него потом сделать богача, да? А нет, это я не знаю. Как смотреть в наше время, деньги тоже много значит. Нужно воспитывать из него свежного мужчину. Воспитывать, конечно, сразу ничего не получится. Он мне только к 40 годам. А, да? Ну да, созрел, как говорится. А почему вы думаете, что мне нужно богатство? Ну, я оттуда не знаю. Ну, ты можешь делать такое вывод? Да. Просто я вижу это. Постиненно. Понимаете, каждый день я вижу это. Как они ведутся на это все. Вот так вот. Есть машина? Нет добра, нет любви, что ли? Может быть, и есть. Но я думаю, что нет. Главное, любовь? Ну, да. Любовь существует? Да. Ну, да. Наверное, да? Затрудняюсь ответить. Наверное, существует. Возможно, это прозвучит очень банально, но главное это слушать свое сердце. Влюбляйтесь, расставайтесь, разочаровывайтесь и снова влюбляйтесь. Ваш человек все равно найдет вас. Полиня Родная, Варенчин Павлов, телекомпания АТВ. Всем любви!